Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сегодня нас ожидает игра трудоголиков Встречаются две крепкие хоккейные команды Каждый из которых может выставить четыре полновесных звена Победит тот, у кого больше запаса энергии Да, именно к этому все и сведется Тяжелая работа и победа в локальных противостояниях звеньев Судья назначает в Браслоне Судья поигрывает в Браслоне Сразу отвечаю на вопрос, почему нет музыки Потому что авторские права будут нарушаться Я уже несколько раз сталкивался с этой проблемой Поэтому я больше не хочу наступать на те же самые грабли И учел вот это все И музыки, к сожалению, не будет Будут все комментарии, но музыки не будет У нас осталось буквально Сколько у нас? Десять минут И сейчас мы начнем, короче, играть И наш первый соперник Это будет у нас Амир Он мне все писал Писал сегодня весь день И вчера писал И сегодня И вот мы, наверное, сейчас начнем Так, сейчас Это пока просто идет Он думает, что я уже играю Это просто же компьютеры играют Так Пускай подключается Хамачи пока И сразу начнем На следующий стрим, наверное, попробую я все-таки сделать музыку Но без авторских прав я влюблю Музычку, чтобы Так Мне все равно, где играть Да, он скинул мне Хамачи Давайте быстренько вступим И уже начнем Так Сейчас это займет недолгое время Недолгое время Раз он так решил Значит Давайте попробуем все-таки Подключиться через него Сорок семь Один Так Подключаемся Нет Что-то я неправильно ввел Амиркар Так Сейчас Амиркар Сорок семь Один Так Подключиться Это еще мануал вам о том Как, собственно говоря, через Хамачи Играть Ип он мне должен написать И мы сразу начнем Пока я настрою Настрою Управление Чтобы Не было тоже проблем С управлением Я надеюсь Он мне напишет все-таки Напишет мне Ип Так Управление Режимы игры Игра по сети Все Я жду его Сейчас мне скинет Ип И мы, собственно говоря Начнем Пока ждем Управление 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 Если не напишет Привет Привет Всем, кто там В чат у нас присоединяется Данила Данила Говорит Даня Курил Да, привет Меня, к сожалению Упустило Вот этот момент С чатом У меня просто Макбук Немного подальше Стоит И Я не всегда успею Посмотреть чат Но впредь Буду прямо Обязательно смотреть Чтобы не пропускать Ваши сообщения Ой, долго 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 Это все Очень долго Я его жду Пока ждем Пока ждем Я, к сожалению Не упустил Вот этот момент С чатом У меня просто Макбук Немного подальше Стоит И Я не всегда успею Посмотреть чат Но впредь Буду прямо Затем смотреть Чтобы не пропускать Ваши сообщения Ой, долго 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 Это все Ой, что там Амир Куда ушел Так, да Все, он прислал Двадцать Пять Сорок Четыре Пятьдесят Пять Давай мне вообще все равно Так Да, все мы А как тут случайно команда А вот Я даже не знал Все, у меня торпеда выбралась У тебя Динамо Минск Все, давай Выбираем Торпеда Динамо Минск Ну так-то Если подумать То у меня, конечно Поинтереснее Команды И посильней Нежели чем у Амира Тут самое главное Тут самое главное Чтобы игра запустилась С первого раза Потому что с этим Реально бывают проблемы Это вечная проблема То, что Подключиться очень тяжело Нет, у нас нет первого подключения Поэтому я сразу говорил То, что надо мне создавать Потому что это все Затягивается Да, я ему написал Типа, я создам Сейчас буду лучше Я создавать Чтобы вот Так вот Лишний раз Не выходить И вот эта тема Вот с этой херней Блядь Вообще напрягает Мне Образить Заман Блядь Как я его должен Выти Так Что Как сделать Все 20 Так Сейчас я ему и продиктую 25 46 171 И 227 Все Гоу Я создал Я создал Все Я ему написал И все Я создаю Так, ребята Кто присоединился Пишите С кем можно сыграть Потому что Хочется поиграть Найти людей С кем можно Нормально Адекватно поиграть Пишите в чат Так, все Я создаю Здесь он Подключится Опять же Объясняю Почему нет Звука Почему нет Музыки Во время игры Потому что Они отключены С тем Что авторские права Так, все Убираем Случайную команду Не выпадает Динамо Минск Блин Мне выпала Динамо Минск Ребят А, ему выпал Автомобилист Ну Это прям Вообще Нам не повезло Немножко Ну ладно Ничего не поделаешь Попробуем сыграть Так Так У нас всего один человек Смотрит Хотя я разослал Везде сообщения Так Ну вот сейчас Должно работать Если сейчас Не будет работать Да, все У нас все нормально Сейчас я Только поменяю Экран Так Сверху Получается Мне не надо Все Да Мы начинаем Друзья Наконец-таки Франсис Паре Выигрывает Первое сбрасывание Проходим по флангу На Граньяне И Граньяне Сразу же Первый гол Забивает Марк Андре Граньяне Ребят Ковар Ковар Забивает Первую шайбу У меня уже Что-то с произношением Вроде только Стрим начался А у меня уже Какие-то проблемы С произношением Так Датсук Против Паре Снова Первые пятерки Схлестнулись Так скажем Но я не знаю Датсук Он первым звене Играет Или нет Насколько я помню Да, он первым звене Играет Принц Паре Паре Так И здесь у нас Проброс Потому что Пробрасывается у нас Соперник И собственно говоря Начало игры Мы Оставляем за собой И 1-0 Пока мы выигрываем Там очень много матчей Сегодня в КХЛ И я смотрел До этого Играл получается Авангард против Металурга И Проследил такую информацию То что Если сегодня Металург проигрывает Авангарду А такая вероятность И есть То Вравьё Будут увольнять С поста Главного тренера Главного тренера Металурга И прикиньте Каково это Металург Гранд КХЛ Не может попасть В плей-офф Это же вообще Людей в составе Мазякин И всякие там Ну я уже не буду говорить Да Во всех игроках Но очень много Хороших игроков И команда Показывает Вот такой вот Хоккей Еле как попадая В плей-офф К тому же Амур на ноги Наступает Которые Буквально Громит Всех Громит На салат Илаев Громит ЦСКА Ну громит Это очень сильно сказано Ну и сегодня Вот был повержен Адмирал 4-0 И очень классно Играет Амур И он действительно Заслуживает Заслуживает он Попадания В плей-офф Нежели Те же Адмиральчайни Например Мы уже Две шайбы Еще забили Все это Девятки Конечно Но Шайба Шайбой Так Мы ждем Ждем У нас пауза Какая-то Видимо Меняет Вратаря Не знаю Надеюсь Вот он Именно этим Сейчас занимается Потому что Осталось 5 секунд Нам надо Продолжать Игру Я кстати Хотел Этот Повтор Оставлять Он пишет То что У него Лаги У меня Все нормально Чуть-чуть Лагает Только Так Да Я ему написал Да Он поменял Все-таки Ватаря Мы продолжаем У нас 3-0 Прошло всего 5 минут Но опять Он мне Дает Здесь Повлочь Один Буквально Остается На таке И здесь У нас Выбивает Все-таки Шайбу Здесь Гореев Отдает На Не видел Кто это 18-й номер Березин Отси Не бьет Тейлор Спокойно Эту шайбу Ловит Белоусов И здесь Не успевает Закрыть Зону Бодро Ковыршин У нас звено Ковыршина Я не знаю Кто в центре Ставит У Минска Так Еременко Димков Ковыршина Разыграть Хорошо Разыграли Но Не получилось Забросить Павленк И вот здесь Игроки Ну такого Прямо Для КХЛ Очень хорошего Уровня Поэтому Автомобилист Реально Силеный Не зря Он сейчас Борется Сибири 2-2 Я его Видел У них был Счет 2-2 Третий Перевод Шел Уже Конец Третьего Периода И Был счет 2-2 Они сравняли Получается В третьем Тайме В третьем Периоде 2-2 Сибири И у них Я не знаю Сейчас Овертайм Или что Потому что Когда я начинал играть Был Был Конец Третьего Периода Возможно Уже Не сыграли Напишите В чате Каким счетом Кто выиграл Сибирь Либо Автомобилист Сегодня много Матчей Немтихимик Северсталь Что там Еще Я даже не помню Динамо Рига Йокерит На некоторые матчи Я хотел поставить Но я ставлю только В лайве И поэтому Я жду Пока они начнутся Уже В лайве Я вот Именно поставлю Потому что Очень Непредсказуемо Что-то стало Все последнее время И Амур Выигрывает У ЦСКА Адмирал Сухой Проигрывает Там уже Амур Очень странно Поэтому ставить По линии Очень Сложновато У нас Заканчивается Первый Период И пока Счет 3-0 Пока в одну Калитку Можно так сказать И здесь Вот Мы кстати Играем С камерой Классика Я поменял ее Обычно Играя с камерой Сверху А здесь Получается Когда уж Снимаешь Я Получается Ставлю Камеру Камеру Классика Чтобы вам было Удобно Смотреть Видно было Все Первый Тайм У нас Первый Период Закончен 3-0 Мы выигрываем И Можете Посмотреть Статистику Здесь Я думаю Понятно Все Давайте Начнем Второй Снова Первые Звенья Датсук Против Паре Выигрывает В этот раз Ветеран Екатеринбурга Это Сбрасывание Из И здесь Трианки Не попадает С такой Позиции С кругов Сбрасывания Можно так сказать Здесь Кастисом Вместе С колюшкой Хотел Походу Завести Шайбу Так Настрой Человек Аж Смотрит Блин Ребят Спасибо Это уже Какой-то Прогресс Потому что До этого Вообще Никто Не смотрел А тут Хотя Во три Человека И Был Опасный А была Опасная Передача Прямо Вдоль Пятака Здесь Березин Пытается Березин Защитник Вылезти на ворот Но не получается К сожалению Ребят Пишите в чат Кто хочет Поиграть Если есть У вас Возможность Вообще Поиграть Потому что Так Триампин У нас Я просто Стал Решил Встать Возле Ворот И посмотреть Что будет Делать Мой соперник Но Пока Ничего Такого Сверх Естественного Пока Не получается Паре Паре Почему-то У нас В меньшинстве Играет Но здесь Надо Немного Настраивать Звенья Кто Где Играет Чтобы Вот Такой Вот Вещи Не Было Так Плэт Плэт У нас Вот опять Он пытается Из-за ворот Ну вот Это Наверное Одна из Та попыток Которая Ну более Менее Получилась Так У нас Тут Чат Оживился Так Дима Пишет Давай Жду Хоть Равный Матч Может Быть Будет А Почему Равный Матч Равный Матч Мне кажется По-любому Будет А почему Ты думаешь Точнее Ты думаешь Что будет Неравный Матч И он Точно Будет В чью-то Поезд А в Какой Поезд Ты думал То что Ты Будешь Рывать Прям Конкретно Или же Наоборот Ну вот Вот Такой Вопрос Мы играли В меньшинстве Оказывается Я даже Не заметил Если честно Так Так 7 человек Наш Аж 7 человек Сейчас Смотрит Ребята Кто На кого Ставят Вообще Сегодняшний Сегодняшний Игровой Вечер Кто За кого Болеет У нас Несколько Матчей Уже Завершилось Несколько Неожиданно То что Амур Побеждает Адмирал И реально Во все Группы Вконтакте Просто Хвалит Амур То что Он действительно Достоин Плей-офф И там Реально Он уже Получается Отрывается От нашего Нефтехимика Который Сегодня Матч Северсталью Который Он должен Просто Просто Добра И после Этого Матча Действительно Можно Думать О том Что Мы реально Не попадем В тени Не поведят В плей-офф А вот Амур Ему Примая Дорогу В плей-офф И Было бы Намного Лучше Если бы Попал Амур В плей-офф А не Какой-то Кунгун Ну давайте Скажем Откровенно Евгений Додонов Евгений Додонов Вы знаете Есть Евгений Додонов Который Играет Во Флориде Но это Не тот Евгений Додонов Кстати Реально Наши Русские Ребята Выступают Просто Нереально Классно Михаил Люба Дорого Смотреть Так скажем За хоккеистами За рубежа И За Просто Реально Прогрессом Наших Ребят Я по-хохляцки Как-то говорю Прогресс Вот Мэйсик Ладно Мы отнеслись Немного Тебе Давайте Вернемся К ней И здесь Сплэта Просто Чуть ли Не За борт Швыряют Сибирь Победила Автопобули Там Но Видите Сибирь Опять же Да Ну ладно Давайте Так скажем То что Сибири Реально Ну важнее Очки Нежели Автомобилист Автомобилист Он Ну Он По факту Если не встретится В плей-офф Например Просто Я не говорю То что Не встретится Прямо Сразу Но если Им поводится В плей-офф Мне так кажется Автомобилист Все таки Пройдет Но вот В этом матче Конкретно Реально Очки Нужнее Автомобилист Ой Сибири Нужны были Ну Хотя И авто Забрал очки Одну очко И автомобиль Ой Сибирь Забрала очки Как бы Обоим Хорошо И Просто На одну очку Больше Забрал Забрала себе Он заслуживает Заслуживает Фомин Здесь У меня уже Фомин Вышел И мы Забиваем Я даже Уже Не помню Какую шайбу Здесь Забивание Он Переключился На вратаря Зачем-то Я не знаю Ребят Это тема Из Рода Когда я Переключаюсь На вратаря Когда Пытается Забить Бот Гол Если Бот Гол Пытается Забить То да Действительно Можно Переключиться На вратаря А так Это Бессмысленно Вот ты Сейчас Переключился И что Не знаю По мне Так это Бредовая Идея Но я Никого Не осуждаю Это Ваше Право Вы Делайте Как хотите Так Заходит Нас Я не Видел Кто Это К сожалению Я Из Минска Не Всех Знаю Таких Ковыршин Но что На слуху А что Нет Павлович Если Будут Какие Проблемы Я непрофессиональный Там Какой-то Хоккеист Просто Плотно Слежу За КХЛ За НХЛ И Вчера Было Пару ставок Тоже Тоже Они Некоторые Прошли Смотрел Я Монреаль С Филадельфии Как играл И там Просто Я все Ждал Гола От Ковальчука Но Гола Не было Но Сам матч Получился Очень интересно 3-4 Все-таки Филадельфия Выиграла Там Просто В конце Я уже Думал Все У меня был возврат Как минимум И там Просто Полетели Шайбы Друг за Другом И я Такой Радостный Сразу Хотя Ковальчук Не забил Но Все равно Было приятно Потому что Так Прошло Сибирь Молодец Я вообще Рад за Сибирь Так А Ковальчук Реально Мне так кажется Я не знаю Почему Все Небят Ковальчука Если Ковальчуку Реально Дасть Игровое Время Которое Мы сейчас Дают Монреале Он же Если он еще Паручку Матчей Вот так же Безрегитативно Будет проводить Это уже Будет сказываться На нем И это плохо Для него закончится Его начнут Опускать Мне так кажется И там уже Реально Может закончиться Плохо То что он Снова Либо выставится На драфт Отказов Вот это да Ну либо Ну за счет Не знаю Что он делает Реально Так Нас 5 человек Смотрят Ребята Что Что вы ждете От этого матча Конкретно И что вы ждете От сегодняшнего Игрового дня Пишите обязательно В чат За кого вы болеете Пишите в комментариях У нас сейчас Этот матч Потом есть Еще один матч У нас Я не знаю За кого будет Играть Дима Мне в принципе Все равно Но мы как сделали Мы здесь выбрали Случайные Рандомные команды Я думаю Нам здесь Можно тоже Так же Сделать с тобой Но я буду играть Только в КХЛ Я не хочу Не в ЛХЛ Не НХЛ Ничего не хочу Давай поиграем КХЛ Ну вот Поэтому Ой я дал пас назад Зачем Ладно Тейлор Тейлор наверное В жизни В карьере Динамо Минска Не стоял на 0 Видите как все получается Хорошо Для Динамо Минска Давайте скажем Неожиданный результат Не думаю Что так будет Просто Не в обиду Своему сопернику Говорю Но он говорит Что у нее Чуть подлагивает Но блин Ребята Если так смотреться То у меня тоже Не особо Классно все Сейчас Так Динамо Минску Не помешало бы Так в реальной жизни Играть Я за СКА буду Так Дим Ты будешь за СКА Ладно Все я понял Но если ты берешь Берешь СКА То мне надо брать Тоже что-то сильно Я бы взял Знаешь что Я бы взял тот же Автомобилист Например Но Мне сейчас подумаю Еще Автомобилист Наверное возьму Либо ЦСКА Что-нибудь такое Динамо Минску Не помешало бы Так в реальной жизни Да повторяюсь Да Блин Динамо Минску Реально А ведь был Такой момент Динамо Минск Вот прикиньте Минск Да это Беларусь Это такая большая страна И вот Это же Блин Ну Должна быть Хорошая хоккейная команда А тут видите Как все получается Какой-то Кунглун Ну Вот реально тоже глупо Да Сделали китайский клуб В котором Два китайца играют Ну Блин Ребят Ну это же уже Не китайский Кунглун Просто какой-то Ну инвестор Какой-то купил Да получается Клуб Да богатый Человек В общем-то так Не знаю Хоккей это Инвестиция или нет Покупка хоккейной клуба Это Можно считать Инвестиция или нет Вот я про это И получается Просто закупили игроков И как бы Типа китайский клуб И то по моему Кунглун Сейчас из-за этого Вируса Он не играет У себя в Пекине Там или где там Они играют Я даже не знаю Не играют В 19.00 По МСК Вот Первый шайб Нам сбивает Автомобилист Ну здесь Добивание Давайте Тейлору У нас вопросов Не будет А вот К защитникам Которые не успели Догнать Этого нападающего Да Действительно Можно Задать пару вопросов У нас 8-1 Начинается Маленькие Маленькие Ложки Ложки Лаги Так Вторую шайбу Нам забивает Вторую шайбу Забивает нам И такая Она прямо Знаете С острого угла И 8-2 Уже ребят Кавышин Так Датсук Датсук Дос Вот она Мощная Мощная Бригада От Екатеринбурга Здесь На пятаке У нас Датсук Наковышина Ах Будет Офсайд Нет Не будет Павлович Давай Димков Проходи И хорошо Давайте Я сейчас Хотя бы Один повтор Я оставлю И вот Получается Две шайбу Он уже сегодня Забивает И две Передачи Он отдает Мы уже Распечатали У нас И Коваржа И Фомина И можем Снова Коваржа Ввести Мейсик Бьет Не попадает Здесь Плет Граньяни Отдает на паре Паре идет По флангу Отдает на Костицына Костицын Не Может Переграть Фомина Принц Так Костицын Ах Не прошла Передача У нас На Принца Граньяни На Костицына Костицын Бьет Но Очень слабый Бросок Получился И Спокойно Фомин Лоид Эту шайбу У нас Так Три Человека Ну Сегодня Прям Рекорд Какой Наш Аж Семь Человек Вадим Смотрел Это Прям Прогресс Если Честно Судя Потому Что Осталось Три Смотреть Стрим Не Особо Интересно Либо Может Люди Еще Не Привыкли Такому Формату Я Честно Не Видел Здесь Вконтакте Так Я Перед тем Как Начать Стримить Я Посмотрел Уж Примерно Какие Игры Стрем Но НХЛ Я Точно Не Видел Чтобы Стрим Это Стрим Это Своего Рода Хорошо Но И С другой Сороны Игры Старые Никто Не Смотрит Есть Поклонники Но Их Не Так Много Как Поклонники Той же Fortnite Или Кс Я даже 1.6 Когда Стрим У меня Больше Был Лидей Чем НХЛ Поэтому Как То Надо С Этим Свыкнуть Вот У нас 50 секунд Осталось Здесь Граньяни Паре Здесь Заходит Бовсайт И Надо Немного Чая Попить Так Плет Сможет ли Третью Шайбу Забросить У нас Автомобилист Есть Попытки Но Не Получается Здесь Плет Ковыршин Нет Перехватывает Здесь Шайбу Плет И Здесь Ковыршин Бьет Пытается В 9 Нет Не Получается У нас Секс С кистей Попробует Он Даже Даю Попыткам Сбить Так Тейлор Спокойно Ловит Так Про Донаты Даже Наверное И речи Не идет Потому что Мне так кажется Хоккейная Аудитория Настолько Молода Именно Знаете Аудитория Как вам так Сказать Если бы Я стримил Это на Соне Плейстейшн Хоккей Да Но видите На Соне Плейстейшн Нет На Соне Плейстейшн Нет КХЛ Понимаете И На Плейстейшн Интересно Стримить Я буду стримить Допустим На Плейстейшн Но на Плейстейшн Нет К сожалению Континентальной Хоккейной Лиги Которая Есть Здесь Поэтому Приходится Стримить Это Мне всегда Было интересно Посмотреть Как Вообще Выглядят Составы Реальные Виртуальные Игры Это же интересно Всегда Погонять за того Ждут Скайли Доуса Или Еще за кого Нибудь Вот Ну и просто Составы команд Есть Посмотреть Изменить Звенья Так Давайте Он хочет Сыграть За Скай Просто Посмотрите Какой Здесь Состав Уска Так Ска Вот Кто Уска Горлицкий Лехтеря Ооо Здесь Вообще Капец Барабанов Ткачевки Мпань Якупов У них Еще Запасть Тут Алтами Которую Бедному Забрали С Растерзанного Так Скажем Витязя Который Реально Побледнел Так Хорошо Начал Сезон И его Разобрали Так Скажем Как Трактор По частям И Остался Совсем Ни с чем Один Семен Остался Да и Все В принципе А там Швец Роговой Тоже Здесь Я только Хотел Вспомнить Про Швейцера Голого Который Играл Витязя А он Тоже Здесь Не знаю Ребят Давайте Посмотрим Может быть Салават Что Здесь Салават Есть Уморк Манин Харти Кайнин Блин Если Честно По Именам Вообще Классный Состав Но Именно По Статам Я Не Понимаю Почему Усошникова Так Мало Ну Уморк Понятно Ладно 80 Бурмистров Бурмистров 75 Это Мне Докажется Нормально Для Него Почему Когушева Так Мало Не Знаю Так Что У нас Здесь Есть В Запасе Крученин Крученин Который С трактора Что Так Сошников Семенов Алтанин В основе Алтанин В основе По-моему Нет Алтанин В основе Это Понятно Я В реале Имею Ввиду Он В основе Да Я Знаю А Здесь В игре Он Видишь Не В основе Сейчас Я Подумаю Кого Выбрать Кого Выбрать Нефтехимик Даже Брать Не буду Хотя Родная Команда Можно Авангард Тоже Попробовать Авангард Тоже Сильный Клингхаммер Сегодня Кстати Нет Клингхаммер В составе Металлурга О В составе Авангарда Против Металлурга Это Очень Сильный Игрок Ладно Давайте Мы Сейчас Спишемся С Димой И начнем Наверное Уже У нас Четыре Человек Смотрит Так Диман Давай Этот Я Сейчас Мне Все равно С ложными Или Нет Мне Вообще Все равно Хоть С ботами Хоть Чего Вообще Как бы Непринципиально Я Просто После Этого Матча Для Себя Повода Сделаю О том Хорош Что Игрок Или Нет Вот И Все Просто Я Не Люблю Ложные Ладно Ну боты Это же Совсем Зашквар Как то Не знаю Все мы Играли В Турнирах Где нет Этих Ботов Поэтому Я думаю Лучше Боты Не стоит А Именно Именно Ложные Можешь Использовать Там Один На Один Хочешь Хоть Когда Бей Хоть Откуда Хочешь Хоть С Девятки Хоть Не Девятки Хоть С Кистей Как Мож Так Играешь Так Я Короче Скидываю Тебе Хаму Все Я Тебе Скинул Хаму Мне Уже Амир Тут Пишет Амир Мы Сейчас Сыграем С Димой И Потом Продолжим С тобой Ип 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 Так Сейчас Я Тебе Скину Ип Ип Так Интересно Было бы Увидеть Что Там Происходит У нас Матчи Металлорг И Авангард 1-0 1-0 Выигрывает Авангард Второй Тайм Закончен И так Если посмотреть По статистике То Ну что Тут Град равная По факту Сейчас Если так Посмотреть По Именно По броскам Силовым приемом Получше Чуть И Повзбрасыванием Лучше Металлорг Но На одно Удаление Большего Металлорга И На три Броска Большего Авангарда В принципе Так Особо Так Так Пароль Пишет Пароль Пишет Не тот Да Пароль Пишет Отклонен Так Стойте Я же Получается А Я же Этот Я же Не создавал Так Сейчас Буквально 5 сек Так Ребята Нас 5 человек Да Сейчас В чате Напишите Кому Сколько Лет Чтобы Я Понимал Вообще Для Кого Я Стримлю Чтобы Понимать Вообще Какая Целевая Аудитория У меня Чтобы Камир Пишет Жми На одну Пожалуйста Я потом Уйду Ну смотри Вот я Сейчас Одну Сыграю Но это Полчаса Где-то 20-25 Минут И потом Можем Сыграть Говорю Потому что Человек Тоже Ждет Он тоже Хотел Поиграть Поэтому Вот Я Тогда Сначала Сним А потом Уже С тобой Так Го Да Все Он пишет Го Го Все Начинаем Давайте Я создал И ожидаем Нашего Соперника Так Ждем Пока Не подключается У нас Игрок Так Да Все Мы подключились Давай Случай А Он сказал Что будет За СКА Ну Давай Я же Даже На ком То Остановился По-моему Да СКА Он Выбрал СКА Ну Давай Я возьму Давай Салават Возьму Ладно Блин Форму Вообще Огонь У У СКА Он Что Хочет Чтобы я Белый Выбрал Что А что Зеленый Не хочешь Ладно Давай Давай Ладно Давай Я буду Белый Так Все Блин Форма Огонь Вообще Огонь Мне очень нравится Форма У У СКА Вообще Классная Форма И напишите В чате Кому Сколько Лет Ребят Чтобы я Понимал Какая У меня Целевая Аудитория Я потом Конечно Все это могу Посмотреть Но мне Прямо Сейчас Интересно Так Вечная Проблема В этой НХЛ Что Вот Вот Такая Фигня Наступает Как-то Я не могу Выбрать Так Ну Вот Как я Должен Попасть Вот На эту Вкладку Ну Вот Это Недоработки Игры Вообще Мне Прямо Бесит Я Вот Бешусь Всегда Но Я не могу Так Я не могу Играть Сверху Кстати Кто не знал Эту тему То Вот Так Вот Можно Делать Все Отлично Я настроил Все По факту Мы играем Дома Но играем В гостевой Форме Почему-то Так Ребят Блин Внизу Прямо На Внизу В левом углу Написан Подпишись И поставь Лайк Блин Меня смотрит Уже столько Человек Посмотрел И ни один Даже лайк Не поставил Капец Обидки На отпусте Так Харти Кайн Берет шайбу Здесь Манин На Харти Кайн На Уморка Уморк бьет Не попадает В ворота Здесь Манин Сразу Сразу Видно Что игра Немного Подинамичнее И здесь Ну реально С ним С ним Мне так Что так Просто Не поездишь Здесь Да Надо Напрячься Здесь Неплохо Вот Вот Это Если Передача Прошла Был бы Очень опасный Момент Именно Удара От Синий Вот Да Форму Бля Огонь Мне Очень Нравится Простите За мат Но форму Вообще Классная Так Пурмистров У нас На сбрасывание Какие то У него Реактивные Что ли Я не знаю Была Одна Группа Где мы Играли Получается Вхл Играли Вхл И Получилось Так То Что Мы Отыграли Полностью Сезон И Начался Плей Офф И только В плей Офф Люди Решили Играть Решили Играть С Античитом Ну Что такое Всегда Играй С Античитом Это же Когда Ты играешь Без Античита Тут же Все Можно Накрутить По моему Насколько Я знаю Я честно Ни разу Этим Не занимался Но Я Видел То Что Люди Делали Такую фигню Мы Забили Первую Шайбу И Угадайте Кто Забил Сошников Забил Родненькому Хельбергу Вот так Вот Первая Шайба Пропускает Сказ Неудобные Руки Забивает У нас Сошников Сошников Которого Ждут Мне кажется Уже В НХЛ Как и Яшкин Который Просто Феноменальный Хоккей Показывает В Москве Динамо Москва И Мне так Кажется Яшкин Точно Уедет Я не знаю Конечно Насколько У него Насколько У него Контракт Подписан Но Яшкин Очень Хорош Хоккей Показывает Я думаю Его реально Заберут А здесь Такая Шайба Может Мецла Он не видел Я не знаю Но Она Так Сдалека Была Опущена С неудобной Руки Мецла Как-то Между ног Его пропустил Не знаю Как это Получилось Здесь Картаев Насладухина И давайте Попробуем В ближний Попасть Здесь Хелберг Тачит Вот это Да Вот это Затащил Да Хельберг Здесь Коскиранта Если бы Он бы Не юзал Ускорение Он бы Смог Из зоны Не выйти А так Он Ускорение Ребята У нас Также Работает Донат Если вы Не видели Я не знаю Я не Не настаиваю Но Если у Кого Есть Возможность Поддержать Проект То Было бы Очень неплохо Это сделать Потому что Это все Все таки Труд Все таки Создание Всего этого Контента Это тоже Очень тяжело Поэтому Ты работаешь Кайф Но Любая Работа Должна Поощряться Вот так Можно сказать Так Что у нас По игре Да У нас Перерыв 0.1 Также Авангард Все еще Ведет Но Я Повторяюсь Если Металбург Сегодня Проигрывает То Воробьев Аля Давайте До свидания Так Скажем Так Хорошая Была Передача Нкачева И здесь Мутит Мутит Что-то у нас Соперник И здесь Кимпайнен Кимпайнен Очень неплохо Качев Один Остается Против Метцла И Метцла Просто Вытаскивает Эту шайбу Один на один Буквально Рубит Просто Соперника Так И у нас Мы К сожалению Заработали Удаление Остаемся В меньшинстве Давайте Надо защищаться Куда там Кадейкин Поехал Я не знаю Так Вот нам Вот этого Передачи Не прокакать Так Все Метцла Поймал Отдает Пошли на Кадейкина Пока у нас Есть возможность Идти шайбу Мы пойдем Тут Якупов Мне сразу Прессует Давайте Просто Выкинем Пока Шайбу И Минута Десять Остается До конца Большинства Так Нас целых Шесть человек Смотрит Кагарлицкий Кагарлицкий Немного Здесь Накосячил А здесь Пашнина Дает На Кадейкина Бурмистров Более-менее Свеж Здесь Так Раного Обыгрываем Просто Да Да Мы Забили Мы Забили В меньшинстве Бурмистров Чисто так На скорости Обошел Смотрите Здесь Хельберг С первым Бородском Сосправился А Бурмистров Уже успел На добивании И Сразу же Забросил Вторую шайбу Так Харти Кайнин Ну Получается В меньшинстве Аж забросили Так Выбрасывание В средней Зоне Кимпайнин Против Манинина Барабанов Выбрасываем Шайбу Потому что Там просто Не было Других Вариантов Продолжения Потому что Мы тем более В меньшинстве И там Прямо на нас Несся Игрок СКА Поэтому Вариант С тем Чтобы продолжить Атаку Просто не имело Смысла Реально Арзамасов Все Так Мы в равных составах И здесь В равных составах Здесь Манина Открывается И очень хорошо Мы забиваем Гол Сакарин Манин Забивает С передачи Сергеева Да Неплохо Неплохо Так Так Алтанин Колидов Здесь Кузьменко Здесь Сошников В принципе От экрана Мы должны Уходить Не знаю Получится Ну да Вот здесь Он сразу Пошел в прессинг И не получилось У меня уйти Здесь Бурдасов Вот У него Есть одна Проблема Он очень Ну В принципе Я тоже Так делаю Я сразу Использую Ускорение У игроков Это реально Иногда Помогает А вот Уже Под конец Получается У тебя Игроки Дохлые И Ты Не показываешь Что-то Хоккей Который Хочется Вот Так У нас Первый Перерыв И получается 3-1 Мы ведем 10-7 По броскам Время В атаке У него Аж В Аж В 4 раза Практически Больше Играем Сейчас пойдет Игра Да Конечно Играем А что я пришел Туда Играем Так Манин Так Плотников Идет По флангу Но Не получается Здесь И мы Успеваем Отдать Пас Сынему Игроку Прежде чем Нас Лектеры Просто В борт Вомнет И здесь Плотников Одзин На пятачке И здесь Отлично Отлично Сыграно Так Здесь Уморк Спокойно Уморк Из такой Выгоднейшей Позиции Просто Не попадает В ворота Здесь Харти Канин Тоже с неудобной Руки бросает Но не получилось Ребята Если честно Я не знаю Кто из вас Здесь есть Кто ставит Ставки Но есть Одна Реально Такая Прикольная Но Это знаете Как бы Это не стратегия Да Реально Стратегии Нет В нашем Блокмекерском Мире Но есть Одна Закономерность Которая Реально Очень часто Работает Но я Где-то Ставил И из них Одна Только Не прошла Но я Ставил Лесенькой Вру Не 7-8 Но может быть Ставок 6 Где-то Я ставил Наверное Может быть Да 6 Полностью Так Давайте Не будем Откакаться Жарков У нас Здесь И Когушев Один С кистей Нет Не сбивает Хельбурт Ребята Все Кто еще Не поставил Лайк Не подписался На На Мои Не на мою Страницу На страницу Севан Где Получается Публикуются Стримы Обязательно Туда Подпишитесь Туда Я все Выкладываю Непосредственно И запись Этого Стрима Все Там Будет Там Есть И запись Прошлого Вчерашнего Стрима Все Стримы Там Вот Да У меня Большинство И я так Безалаберно Им пользуюсь Если честно Так Дадим Наумер Хартиканин Ребята Влепите Лайк Это Очень Важно Очень Важно Подпишитесь На странице Пожалуйста По-братски По-братски Прошу Так 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 На Манин Манин Хартиканин Хартиканин Хотел я сбить Этим Батливым броском Нет Не получилось У нас Так Пока Покатаемся Арзамасов На Панина Вот Открылся бы кто-нибудь Видите Никто не открывается Но он пытается За мной ехать И я Решил все-таки Сбить у нас Паниным Защитником Но Я попал В створ Но Мой соперник Сразу Шайботу И забрал А здесь Какая передача Накодейкина И как здесь Забивать Вот так Вот не забивать Поэтому Бот Это конечно И плохо И в то же время Хорошо Потому что Если Можно было Боты бы забивать То я Сейчас бы Вот бы И забил бы Наверное Но Так забить Очень тяжело Надо что-то выбирать И Не всегда получается А здесь у нас Кодейкин Ну вот Один у меня стоит На пятаке Волсошников И Шайба к сожалению Не дошла До моего нападающего А здесь мы Вбрасываем Просто в зону Соперника Шайбу Так Здесь Ткачев Спокойно Нементализуем Так Даем Хрюков Хрюков Первый выход Как будто его В сегодняшнем матче Потому что до этого Вообще его не было видно Не зря у него Вся энергия Все в норме Здесь Сразу Лучше отдавать По По борту А я не видел Соперника Думал Там есть Тут у меня Так Солодухи Надо было Конечно Цеплять Чтобы мы смогли Первее добраться Ребята Всем привет Кто присоединился Сейчас только что Влепите лайк И Приятного вам просмотра Мы продолжаем У нас второй Период Заканчивается Пока выигрываем 3-1 И не сказать Что у СКА Нет прям моментов У нас одинаковые И у моих ворот Возникают моменты И у его ворот Возникают моменты Но пока Именно Вот у нас Маленькая такая Задержка В шайбах Никто пока не может Забросить Сошник проходит Нет Мимо ворот Нет Не получилось Забить Здесь Алтанин Неплохо Бурдасов Почти Забросил Кодейкин Бросает Не завивает Вот таких Пару шайб Залетело У меня Прошлый матч С С кем мы играли Я уже забыл А Мы играли С автомобилистом Я играл За Динамо Минск Против автомобилистом Мы выиграли Там 9-2 Что ли Я не помню И вот там Пару шайб Вот таких Вот залетело Со стороны Автомобилиста Получается И вот У нас Закончился Второй период Безголевой Кстати И Я не успел Замесить Мы вроде Немного Подобрались По игровому Времени В атаке Потому что В первом Периоде Мы вообще В 4 раза Меньше Проводили Времени В атаке По такой Игре У нас В принципе Шайб Забит Как раз Таки Столько Сколько И надо Второй Период Был Такой Не особо Богат На моменты Так Здесь Выйдем Может Мемец Нет Они Вышли Смотрите Давайте На Уморка Ларсен Против Лехтери Но мы Не пойдем С Ларсеном На Лехтерю Так Тактика Стоять Перед Воротами Работать Далеко Не всегда Поэтому Мани На Хартика А не Здесь Уморк Да Да Ну Два Момента Было Уморка Ну Как Так Не забить Один Момент Просто Феноменальный И второй Момент Который Был С неудобной Руки По-моему Был Даже Опаснее Чем Момент Первый Не Получилось Забросить Нашего Лидера Нашего Фина Пашнин Давайте Убросим Зону Просто Потому Что Там Опять Не Был Никаких Вариантов Развития А Здесь Ошибается И Бурмистрову Подарок Нет Не смог Бурмистрову Разобрать Шайбу Разомасцев Тоже Ошибается Что-то Пошли Ошибки Так Белов Будет Бросать Да Бросается Неудобный Но Слабовато Бросил Если честно Так Здесь Мецла Фиксирует Шайбу Все Пока Заканчивается Для нас Хорошо 11 Минут Сыграли Мы 9 Минут 9 С копейками Там Сколько Осталось Ровно Половина Периода Для того Чтобы Возродить Так Скажем Интригу И мне Это Кажется УСКА Реально Есть Шанс Это Сделать Но Нужны Броски Брать Если Не будет Бросков То Соответственно Не будет И голов Здесь Какая-то Неразбериха Просто Выкинем Пока Шайбу Нет Кузьменко Здесь Бурдасов Ну Мецла Просто Тащит Реально Надо Посмотреть Сколько Общий Скилл У Мецла Потому что Ну Очень Неплох Он Сегодня Реально Нас Подтаскивает Как бы Не сглазить Если честно Под конец Матча Здесь Хельберг Хелберг Зуб Отдает На Кузьменко На молодого Кузьменко Но Здесь Фиксируется У нас Сапсайд Так Ребят Все Кто Присоединяется Всем привет Обязательно Влепите Лайк И Подпишитесь На страницу Пока Вы здесь И Приятного Вам Просмотра Так Подает На Ажиганова Ажиганова Хочется Кистей Избить И Очень Очень Жарко Становится Возле Ворот Мецла Потому что СКА Прямо Атакует Сей Пятеркой Не дает Даже Выть Из зоны Так Да Все Отлично Так Панин Здесь должен быть Первым Картаев Все Вот Это Наш Шанс Именно Контратак Забить Шайбу Нет Не получается Хохрякова С кистей Забить Так На Солодухина Атак Вот Сейчас На Солодухина Даем И давайте В девятку Попробуем Нет Не попадаем Картаев Первый на шайбе Солодухин Шайба не прошла Да Нашего Нападающего Здесь Какой шанс Дает нам Соперник Забить И мы не сбиваем К сожалению Здесь На Карпова Идет Сейчас будет Передача Наверное Да Идет Передача К сожалению Для моего Соберника Я его Перехватываю На Хуграшева Хуграшев С кистей Попробуем Здесь Удаление Удаление За 3 минуты До конца Матча Это конечно Не есть Хорошо Для Атакующей Команды Вот Так Офизулин Так Понимая Будет Атаковать Наш Соперник Опять Он Цепляет Меня Точнее Не цепляет А именно Пользуется Вот этой Подножкой Не подножкой Ложишься И был Чареват Снова Словить С удаления Потому что Была Такая Вероятность То что Здесь Атака За атакой Просто Громит Меня Так скажем Скан Так Ларсон На Маннина Так Уморк 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 Походит Передача Надо было Назад Жайба Все равно Пока у меня Так Здесь цепляем Здесь тоже Мы должны Зацепить Мы сейчас Максимум Должны убить Время Хоть мы Играем Большинстве Но все равно Нужно С опаской Идти В атаку Так Отлично Перехватили Мы шайбу Здесь Попробуем Хартиканин Сбить Батливый Гол И почти У нас Получилось Маннинин На Хартиканин Так У нас Кто Блин Ладно Надо было Конечно Забивать Эту шайбу Но Ладно И так Все Хорошо Закончилось Так Все отлично Мы выиграли 3-1 Еще одну Он пишет Ну давай Попробуем Я не знаю Он смотрит Стрим или нет Потому что Ну потом Во всяком случае Посмотрит И вообще Может для себя Какие-то ошибки Извлечет Смотрите У нас Металлург Сравнивает Что-то С авангардом 1-1 Ребята Так Прямо В начале Тайма Получается Забивают Команды Из Металлурга И интрига Так скажем Возвращается Интрига Возвращается И пишите В комментариях За кого вы топите За Металлург Или за Авангард Я лично Считаю Что в этой паре Сильнее Авангард Что логично Да Но Именно Мне жаль Мне хочется Чтоб Металлург Выиграл Потому что Металлург Это Металлург Без Металлурга В плей-офф Это Как с Кун Лунем В плей-офф Ты что сказал Короче Вы поняли В общем Без Металлурга Будет Плохо Вот Так Он снова выбирает СКА Блин Может не СКА Что-то я не хочу Чтоб за СКА играл Так Ну давай Я выберу Тогда Здесь даже есть Все звезды Смотрите Так Подождите Мне тут звонят Я отойду На 5 сек Буквально И мы продолжим Вот Давайте я как раз таки За Металлург Сыграю А вам Что Блин Я за ним Черт А давай Какую Да Сейчас Что он делает Что он делает О Так Так Я здесь Так Правила и параметры Блять Задолбали Звоните Так Сверху Сверху Так Мы начинаем Так Все Все Да Мы начали Антипин У нас Сверху Контролирует Санкт-Петербург Спинска Так Здесь Распус Надо поменять Камеру Да У нас Ой Зачем Я нажал На паузу Там Такой Момент Чувствую Сейчас Нам надо Забивать Если честно Я сейчас Прямо Сразу Буду Нажимать На бросок Сразу Да И мы Забили Распус Забил Здесь Снова Хелберг Продолжаем И у нас 90 Кто это? Локтионов На сбрасывание Локтионов Вместе С Верещагин У нас Защитник И Матушкин Тоже Защитник Паршин И Еще Один У нас Я Не вижу Там 14 Номер Я К сожалению Не всех Знаю Не всех Я знаю Так Бурдасов С Шайбой Так Береглазов Здесь Владимиров Владимиров Какой-то Похоже Не новенький А какой-то Молодой Да Игрок Так Что-то Мне тут Все Написывают И написывают Я даже Этот Не успеваю Пока Ответить Всем Так Хороший Хороший момент Который Не реализуют Так Здесь Белов Отдавал На Кагарлицкого В принципе Не было Сыграно Здесь Ажиганов Ирасмус Он уходит 1-1 Нет Не сбивает И вот Штрафом Зарабатывает Сыграно У нас У нас Локтионов На сбрасывание У нас Игра 4 на 4 Идет Верещагин Кемпанин Плотников Снова Кемпанин Матушкин Где дают На Ажиганова И опять Не забивает Здесь Но моменты Есть Реально Моменты У СКА Так-то Есть Очень Хорошие Но Где-то Что-то Не везет Ну И сейчас Выйдет У нас Пятый Игрок И мы Получим Преимущество И Верещагин Не выпадает Ворота Так Верещагин Матушкин От Синий Нет Получается У нас Пробить Хелберга На этот раз А здесь Кошечкин Справляется С бросками Плотникова Довольно-таки Так на изи Вот И вот Был Воробьев У нас Видели Воробьева Тоже Он так Хорошо Прорисован Здесь В этой игре ОДЛ Проходит ОДЛ Дает на Тимкин А Тимкин Не сбивает А ОДЛ Тоже не выпадает Ворот В пусты Снова на ОДЛ И ОДЛ Забивает Но это Хорошо Это был хороший Гол И Давайте Посмотрим Повтор Тимкин Сам не попал В ворота А здесь Уже ОДЛ Как раз таки С его передачи Уже В ворот Попал Расмус Яков 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 Лев Сказал Кахахов Так Козм Бьет И Девятку Забивает Так Нас целых 7 человек Уже смотрят Ребята Ставьте лайк И обязательно Подписывайтесь На Страничку Севена У нас Третью шайбу Мы забили Здесь У нас Якуб Проходит По флангу Но не забивает Так Мазякин Здесь Хафизуллин Пытается Встретить Но не получается Здесь Передача На Расмус И не смог Забросить Так Кимпанин Так Кимпанин Дает на Белова И Белов Снова не попадает В ворота Реально что-то С прицелом Команда СКА Сегодня Мне немного Везет Но Так Мазякин Так И здесь Один Козан Нет Козан Козан Не забивает Мазякин Здесь Какой-то Куча Мале Добивает Все-таки Эту шайбу И вот Здесь Надо посмотреть Реально Как здесь Все получилось Здесь Просто Расмусом Пытался Несколько раз Добить И все время Попадал Соперников И тут Подогнал Так скажем Мазякин Который Сразу же Закинул Шайбу В ворота На добивание Так 4-0 Ребят Первый период Еще даже Не закончился Так Неплохо Неплохо Мы начали Этот матч Очень Неплохо Так Так У нас Не страшил Звено Не страшила Вообще В реале Не страшил Играет С Мазякиным Насколько Я знаю Здесь Он играет Похоже В другом Сочетании Так Снова Не страшил Потехин И 27 Дорофеев Вот В каком Сочетании Здесь играет Не страшил А не страшил Похоже В реале Играет В первом Вообще В первой пятерке Да Здесь я ждал Пока он На меня пойдет Но не дождался Ну Надо Хелберга Менять Мне так кажется Он такую плюшку Сейчас пропустил Ну Опять же Менять его На Я Прошу прощения Я точно не помню Лильничук Что ли По-моему У них есть Ворталь молодой Ну Вот Эту Шайбу Конечно Пропустил Хелберг Так Ну Реально Он ее Пропустил Конкретно Прямо Хотя Все равно Не был закрыт Игроками Такая шайба На солисти Вортаря Если честно Да Ждем Да Все таки Поменял он Хелберга Он похоже Либо смотрит Либо он Сам по себе Решил его Поменять Потому что Ну реально Пятую шайбу Он пропускает Я знаю Что это Много ничего Не поменяет Но Все Это просто Чисто психологически Надо его менять Ну Не задался День у Чувака Так Берег Лазов Неберег Кова Одел Ай-яй-яй Я же отдавал Вдоль фланга Не надо было его Так У нас второй Перевод закончен И У нас первый Перевод Только Я уже Немного путаюсь Если честно Мне там Успевает Еще И В Ватсапе Что ли Ой Прошу прощения Не ватсапе А Вконтакте Писать С кем уже Играть Здесь Перекладин Выпадает Вратарь У нас Ой Перекладин Выпадает Соперник Я немного Путаюсь Когда Смотрю И на чат И на Макбук И пытаюсь Еще играть Поэтому Это нереально Тяжело Нужно успевать Еще иногда И на чат Посматривать Вот Здесь мы Отбираем Шайбу Лехтери На Расмусона Так Давайте попробуем Что-нибудь Какую-то комбинацию Сделать Что-ли И Расмусон Какой-то Непонятный Пасс Никуда Если честно Здесь Плотникова Нам надо Обгонять Так Козан На Мазякина Мазякин У нас На Расмусона Так На Мазякина Мазякин Бьет Козан Дбивает И как Здесь Козан Не забил В пустые ворота Пустые ворота Не забил Козан Если честно А если Нам сейчас Забит Будет Невероятно Обидно Ну так Не забивает Здесь Зубарев Встречает Меня Какая-то Динамичная Такая игра Пошла И здесь Якупов Якупов Со своим Броском Не забивает Я просто Смотрел Как Якупов Недавно Пробивал Ну в реале Соответственно Это понятное дело Штрафной Бросок Блин Он Нереально Такие Быстрые Руки У него Реально Реально Быстрые Руки Так ОДЛ На сбрасывание Против Кемпайнина Мы проигрывали Сбрасывание Но здесь Ага Вот Вот Какая у него фишка Получается Он пытается С кистей бросать А потом Делает ложный замах И как-то Заводит шайбу Ну Я что-то Помню такое Но я Такими вещами Вообще Не пользуюсь Я вот Ну я не знаю Ребят Тинькин Из четвертого Звена Сбивает С передачи ОДЛ Смотрите Ну Я не знаю Уровень Стоит профессионал И Не знаю Может быть Я что-то Не то делал Мне всегда Было интересно Когда вот Люди Игроки Жалуются То что ты Все время Заходишь И бросаешь Заходишь И бросаешь Все время Из кистей А мне Так Думал Может быть Это Игроки Так Не умеют Просто Играть И поэтому Так Пишут Вот я Что-то Подумал Так И Прошел К этому Вмнению Вот Так У нас Береглазов Уже 0,6 Ребята 0,6 Это уже Серьезно И уже У нас И Мельничок Пропустил И Пропустил У нас И Хельберг Уже Очень много Я думаю Может быть Нам Самсон Ой Самсон Я уже Вратаря Вашингтона Приписал К Металлургу Кстати Реально Рад Я за Самсон То что Он Хороший Хоккей Начал Показывать В Вашингтоне И Здесь Даже Здесь Не получается Забросить Здесь Буквально Один Миллиметр Не хватило СК Забросить Ребята 7,0 У нас Второй Период Еще Даже Не Закончим Первым Периодим Забросили Аж 5 Шайбу Второй Пока 2 Здесь Одел Против Кемпанина На Белова Здесь Юкупов Юкупов Теряет Шайбу Сразу На Одел А здесь Тимкин Чувак Который Забросил Собственно Говоря Последнюю На Шайбу Предпоследнюю Тимкин Идет По Флангу И Здесь Один Одел Можно Снова Конечно На Тимкин Дать Но Ладно Давайте Вот так Вот Сделаем Так Тимкин Так Вот Юкупов Хороший Момент Здесь Снова Мои Защитники Подчищают Все Я не могу Не радоваться Этому Здесь Хелбер Хорошо Сыграл На добивании Не дал Точнее Хорошо Сыграл На добивании Потому что Защитники Металл Ска Все таки Позволили Мне добить И Хорошо Что Второй Раз Засейвил Галкипер У нас Ска Так И снова У нас В атаке Был Ска Но Здесь Вот Он потерял Шайбу Я пытался Попытался Пройти Но Не получилось У нас Так Здесь Нет Нет Локтионов У нас Шайбой Снова Локтионов На зуба Но Здесь Хорошо Защитник Ска Действует Ну а Дает Такую Классную Передачу Нашему Защитнику Яковлеву А здесь Дорофе Должен Помочь Антез Но Здесь Уже После Собственно Говоря Сирены Забивает Ска Поэтому Метшайбор Соответственно Не будет Защитной Что Логично Тап Ребят Все Кто Присоединится Ну Просто Жесть Ну Млады Как Думаю Не Все За Антез Чит Надо Наверное Начать Играть Потому Что Реально Две Некоторые Не верят Все Кто Хочет Играть Пишите В чат Пишите Сообщения Группы И вообще Подпишитесь Уже И поставьте Лайк Этому Видосу Расмус Идет По флангу И здесь Козом Пустые Ворота А здесь Никто Даже Никто Не мешает Ведь Горлицкий Яковлев Вот Хорошая Шайба Очень Хорошая Шайба Плотников Забивает С передачи Горлицкого Так Так Верещагин Магнитогорского Металурга Металург Магнитогор Достает Шайбу Выход 2 в 1 Так Я просто Я не отвлекался Я просто посмотрел Трансляцию Все ли хорошо Да Все отлично И меня хорошо Слышно И Трансляция Хорошо идет Так что Мы продолжаем Играть Я думаю Еще парочку Матчей Сыграем И наверное Сегодня Закончим Так Здесь Белов Успевает Так А здесь Я не увидел То что Мой игрок Был в зоне Поэтому Зафиксировался Оффсайд Ребят Все кто присоединяется Всем привет Вступайте В группу И поставьте лайк Этому видосу За кого Можно сыграть Пишите в чате Так Здесь мы цепляем Парочку раз И у Бурдасов Момент И Тимкин Столкнулись Так скажем Два Больших человека Это Тимкин И Бурдасов Но мне так кажется Бурдасов Все таки Будет поменьше Чем Тимкин Не знаю Почему мне так кажется Все таки Тимкин Побольше будет Помню Невероятные Голы Тимкина Еще в составе Того же В Митисе Вообще Классно Очень играл За Митисе И такие шайбы Куртури забивал Вот Так что Тимкин Очень классно Играет Так Одел Отдает на Тимкина Тимкин Проходит Отдает на Одела Одел Останавливается Но теряет Шайбу Переглазов Коскеранта Кошечкин Выручает Нас В этой ситуации И Тимкин Идет 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 По флангу Дает на Одела Одел Не попадает А здесь Снова Не получается Забросить Даже в девятку Выручает Хелберг Пересекая Синюю Линию Очень неплохо Смотрелась Эта комбинация Передача Получается 28 Зубарев Я даже не знаю Если честно На Когарлицкого И Когарлицкий Забивает нам Уже вторую шайбу Счет 2-7 Точнее Мы же играем Дом Получается 7-2 Здесь будет Да Зубарев У нас 28 номер Передача Зубарев Забил Когарлицкий У нас осталось 7 минут В принципе Задел Есть И Паниковать Наверное Не стоит У нас Здесь Третья шайба Залетает Плотников Сбивает Вторую шайбу И сегодняшний матч Это уже Как бы Серьезно Это уже Это уже Надо задуматься Как бы Так Не даем Не даем Что-то мы Расслабились Если честно Кошечкин Тоже у нас Расслабился Я хотел Выпустить Второго Вратаря Но Я думаю Не стоит Пока Потому что Играть все-таки Еще есть Время А Так Все Здесь Мы заблокировали Так Рано На Расмусона На Расмусона Что-то я вообще Уже начал нанести Я снею Так Давайте Не будем Отвлекаться Пока На чат Бурдасов Все Отлично Отлично Козум Козум Насбивают Расмусон Должен помочь Здесь Алтанин Все Отлично Козум Перехватил На Верещагина Верещагин Должен потянуть Время Покатаемся Покатаемся Ой Отлично Один На пятаке Остался Кулемин И не смог Забросить Так Верещагин Так В самый последний момент Мы подбиваем Клюшку Нашего соперника Локтенов Один Один Одинешник Идет Ладно Хоть шайбу Сохранил Так Кулемин Нет Кулемин Не получается Здесь Ткачев Пурдасов Что-то хотел Разыграть Но не получилось Дорофеев Можно было В принципе бросить Но Я решил все-таки Не бросать И вот так вот Сохранить шайбу Но видите К чему это все привело Так Береглазов Отдает на Зубрева Так Дорофеев должен помочь Здесь И выбросить шайбу Так Горлицкий Горлицкого Надо вдвойне Опасаться Потому что Видите Как он хорошо Действует Так Дорофеев Нам бы свежее звено Какое-нибудь Выпустить Не мешайте Мужики Не мешайте Друг другу Так Назад Так 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 Попробуем бросить Нет Не попадаем В ворота Здесь Уже У нас Собственно говоря Блокирует Ну хорошо Действует Потехин Если бы Вот эта Передача Прошла Так Снимает В вратаря У нас К А тут Осталось Уже Три секунды Я думал Осталось Немного Побольше Так Ребята Мы И здесь Одерживаем Победу У нас Три из Трех И Воробьев У нас Тут Радуется Я не знаю Сейчас Посмотрю Как у нас Играет В реале Металлург С Авангардом Вот Уже После этого Будем Смотреть Стоит ли Радоваться У нас Стоит ли Радоваться У нас Воробьев 1-1 У нас Третий Период Он Может Еще Одну Другими Командами Можно Но Давай Минуты Через Две Через Три Наверное Потому Что Можно Сейчас Да Давай Еще Одну Сыграем И Наверное На сегодня Мы Закончим Так 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 Сейчас Я ему Напишу Слушай На самом деле Мне бы Лучше Сыграл В турнире Ну ладно Давай Еще Один Матч Сыграем И Все Так Все Я захожу В режим Игры Игра По сети С Создал И жду О Он уже Подсоединился Так 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 На самом деле Я бы Лучше Сыграл В турнире Так Опять Заска Будет Опять Заска Что Любишь Акбарсу Выбрал Да Эти химики Я не буду Выбирать Так Так Локомотив Борис Почему Он такой Слабый Я не знаю Давайте Возьму Динамо Москва Походу Ему нравится Играть За гостевые Формы Почему Он все Время Выбирает Гостевые На Так В этого Арена Ну Если бы Этот матч Был в реале То Мне так кажется На На Акбарской Эффициент Был бы даже Наверное Больше Потому что Динамо Сейчас Нереально Круто Во главе Опять же С Яшкиным Да Шипачевым Очень Такая Самая Результативная Тройка Начнем С этого То что Они Самая Результативная Тройка У нас В КХЛ И Мне так Кажется Реально Если бы Это была Реальная Игра То Здесь бы Фаворитом Была Динамо А не Акбарс С нами Татары Да С нами Татары Так Все Мы начинаем Сразу Первое Звено Ставим Тактику Атакующую И Какая-то Коробка Что ли Меньше Или Мне кажется Как будто Так Лукоярнов У нас Азиведа Против Первого Звена У меня Почему-то Ну Здесь Видите Как Хиетанин У нас Да Хиетанин Петерсон Афиногенов Я видел Афиногенов Играет В первом Звене Вместе Шипачом А где же Яшкин Так Миронов Петерсон Отдает Не отдает Никуда Афиногенов Бросает И здесь Белялов Белялов Новоиспеченная Так скажем Звезда КХЛ Звезда Акбарс Лично Да Но многие Считают Что он Вывозит Из-за того Что хорошо У нас Работает В Акбарсе Именно Оборона Может быть И в доле Правды В этом Есть Но И Реально Бывали Моменты Когда Белялов Реально Тащил И Заслуги В том Что он Несколько раз Нам был Лучшим В неделе В КХЛ Мне так кажется Это вполне себе Должно было быть Потому что Хороший вратарь Да Опять Очень потно У нас Начинаются Матчи Как только Я начинаю Подходить К синей Линии Меня сразу Начинают Встречать И Сразу Прессуют Но мы Тоже Не так Не так Простые И тоже Даем Понять То что Мы Не луком Пшиты Как-то Фраз то Есть такая Я даже Не знаю Я на пословице Не особо Вот И Гумнов Игумнов Бросает Нет Не получается Здесь блокируют Его Ярулин Так Всем Вот Яшкин Наконец Он даже По габаритам Похож Если честно На себя В реале Тихонов Реально Составы Классные Приятно Видеть То что Ты играешь В туках Элл Которые Сейчас Реальные Игроки Играют Элл Блин Вообще Очень Хорошо Что у нас Есть Вот такие Разработчики И вообще Классные Мне так кажется Это мечта Любого Чувака Который Вот Когда-либо Играл Вообще В КХЛ Именно В иглу Да В МХЛ То что Вот так Вот Такое Возможное В 2020 Году Что можно Поиграть Прямо Составы Они Они Вот Которые Сейчас Есть Они Сейчас Здесь У нас Шипачок Сбивает Капитан Команды Неплохая Шайва Белялов У нас Пропускает Яшкин Так И Посмотрим Кто у нас Справа И слева Яшкин С Индершисом И Сейчас Я посмотрю Так Байков Муранов Я не знаю Это тоже Похоже Какой-то Из Либо Новичков Или Либо Из Либо Он Получается С молодежной Команды Так У нас Чат Оживился Булат Булат Давай Ты только Напиши мне В этом Вконтакте Потому что Я так Не Не могу Я же не могу Выйти из стрима Точнее Я могу Но я не хочу Чтоб видели Весь этот ВК Там Все дела Ну Ты понимаешь Да Потом Можно с собой Сыграть Конечно Можно Вот Можно Можно Если Ты лайк Влепишь И Подпишешься Конечно Можно Ты самое Главное Это Сделай Потому что Ты будешь Пропускать Все стримы Если Не Подпишешься Так Я бы хотел Забить Если бы Он Забил Вот Эта Шайба То Было Бо Реально Красиво Дыняк Тут Все Здесь Ну Реально Немного Не везет Я не знаю Почему Уже Какое Уже Какую Как бы Игру Не везет Просто Немного Моему Сопернику Потому что Классный Хоккей Показывает Так Булат Отпишись Еще раз В комментариях Будешь ли Ты играть Потому что Играть Много Много Еще Кто Хочет Чтобы Я тебе Сразу Поставил В очередь Так Петерсон Нет Не забивает Белялов Здесь Да Артем Галимов Наряду С Эмилем Галимов Да Который Перешел Из Нижнекамского Нефтехимика В Стан Барсов Тоже Классный Хоккей Показывает Ну Артем Прям Вообще Помню Одну Из Шайб Его Ворота Трактора Когда Он Там Уже Реально Он Один Шел Против Троих Что Ли Игроков Я Уже Точно Не Помню Но Он Так Классную Шайбу Забил Это Вообще Просто Нечто Я Не Вспомню Сейчас Ставить сюда Не смогу Но Я думаю Вы поняли Про какую Шайбу Я говорю Панкратов Так У нас Первый Период Закончен И Счет Пока 1-0 На Нашу Пользу Как Видите Статистика Она Абсолютно Равная Даже По Времени Атаки У Нашего Соперника Она Немного Больше Ребята Все Кто Смотрит Ребята Напоминаю То Что Есть Еще Такая Ссылочка Как Помочь Стримеру На NHL 20 У меня Есть На PlayStation 4 Pro Есть FIFA 19 Но нет NHL 20 Я хочу Получается Купить FIFA И купить NHL Если Вы Задонатите Это Было бы Вообще Неплохо Хотя Немножечко Потому Что Как Видите Игра Очень Дорогая А мы Высыпаем Забить Вторую Шайбу Ребята Вторую Шайбу Мы Забиваем Велялу Она Очень Похожая Она Прямо Притирочку Похожа На Первую Шайбу Ну Как То Так Полагалов Так Полагалов Фрейтин Фрейтин Заходит Со Сайдом Зону Не Получается Пока Не Получается У Акбарса Моменты Есть Но Что То Не Получается Кормье Фрейтин И Вот Кормье Собственно Гори Забивают Нам Шайбу Посмотрим Пока Результаты Неутихимик Забивает Уже Одну Шайбу Сверстали Это Как Б Ну Это Логично Да Неутихимик Должен Выигрывать Этот Матч Потому Что Если Мы И Этот Матч Прииграем То До Свидания Плей-офф Так 2 1 Интриг Возвращается Здесь Кормье Байков Там Брюкфен Так И Рулин Хорошо Здесь Полагал Дали Добить Но Опять Ж Белялов Затащил Здесь Игумнов Идет 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 По флангу Ну И Неплохо Здесь Блокирует Наш Соперник Григорьев Удаление Удаление У Динамо Я так Понял Удаление У Динамо У нас Яшкин На сбрасывание Юдин Так Фисенко Здесь Ну Цепляешь Это Бестолком Потому что Я все равно Буду Первый На шайбе Так Попробуем Расположиться В зоне Он сейчас Будет Меня Прессовать Я знаю Эту Тему Видите Он Сразу Лезет Ко мне И Это Мне Даже На плюс Потому что Открываются Зоны И Можно Через Них Как раз Таки Проработать В этом Моменте Яшкин Здесь Да Один на Один Вышли Не получилось Переиграть У него Белялова Так Такое Большинство У нас И сейчас Неважно Получается В реале Я насколько Знаю Акбарс Одна из Лучших Команд По игре В меньшинстве Поэтому Я думаю Понятно Почему У нас Не получилось Забросить Как бы Еще Не пропустить Здесь Афиногенов На Яшкина Ну и Сразу Видите Начинает Прессовать У нас Афиногенов Не помешало Быть Из Вот Видите Он Стоит В зоне Прямо Вот Это Неинтересная Часть Фунхайл То Что Не проработали Вот Эту Часть То Что Игрок Не выходит Но Это Понятно Что Надо Выйти Из Зоны Моему Игроку Так Мы Здесь Перехватываем И Забиваем Шайбу Просто Беспередач Мы Забиваем Шайбу Хотел Вынести 18 Номер Я Не знаю Кто Это Акбарса Шайбу Из Зоны Но Не Получилось Здесь Шипачев Сразу Ж С Кистей Так Скажем Забрасывает И 3-1 Снова У нас Преимущество И Тихонов Тут же Забивает Я надеюсь Мы посмотрим Повтор Потому что Шайба Реально Классная Красивая Я вот Так Не умею Зелать Да Понятно Примерно Понятно Но Не знаю В принципе Интересно Так Металлорг Выиграл Металлорг Выиграл 2-0 Вот так Вот бывает Значит У нас Металлорг Забирает 2 очка И уходит Точнее Закрепляется Зоне Плей-офф Именно На 8 месте Потому что Они уже Были в плей-офф И сейчас Еще получается 2 очка Набрали И оторвались От того же Амура Нефтехимика И Кто там У нас еще Трактор Я уж не беру Счет Потому что У трактора 47 Там очков Что У нас Хотя бы 50 У нефтехимика У Амура 52 Или 54 Уже Сейчас Стал После сегодняшней Победы Над Адмиралом Так А у нас Второй тайм Второй период Уже заканчивается И Четыр пять Буквально Осталось до конца Второго периода И у нас Снова Интрига Снова Одна шайба У нас Перевес Здесь Лукоянов Очень хорошо Уходит И Дает шайбу На Азведа Азведа Непонятная Какую-то Вещь Хотел сделать Отдаем На Петерсона Петерсон Уходит От Зарипова Здесь Хенкель Встречает Но Амбушайбы Забрать Нет Не получается И здесь Выход Один В ноль Что Придумаю Не получилось Здесь Чайковский Тут Как тут Сразу Забирает Шайбу Азведа Здесь Убумнов Ахенкель Уже Устал Не Можно Забрать Шайбу Так Вот Вот Хорошо Хорошо Вот Есть Одна Тема Которая Его Может Загубить То Что Он Атакует Все Время Но Чреваты Это Передачами Которые Можно Отдать В нужный Момент И Все Ты Уже Отыгран Понимаешь И У меня Снова Такой Ж Стиль Игры То Что Я И У меня Принципе Тоже Такой Жестиль Игры Так Второй Период Закончен У нас Счет 3-2 Интрижка Продолжается По силам Прям У меня Переигрывает А вот Время В атаке Немножечко У меня Побольше Одно Большинство Мы смогли Реализовать Из двух А Ну Абарса Большинства Не было В этом матче Еще Так Вбрасывание Я еще Хотел Посмотреть Вбрасывание Я Одно Только Вбрасывание Это наверное Один из самых Ключевых Компонентов Либо что-то Может быть Накрученным Но я реально Я одну Только сбрасывание Выиграл Это что-то Нереальное Что-то Здесь Не знаю Что-то Здесь Накрученное Но У меня Были Такие Проблемы С одним Чуваком У него Были Накрученные Короче Некоторые Моменты До Конца В этом Не признавал Но Потом Все-таки Признал И Здесь Я Не могу Ни одной Сбрасывания Это Очень Странно И Как я Еще Я Почему-то Только Сейчас Обратил На Это Внимание Не знаю Не знаю Как минимум Это Все Странно Казанский Акбар Так 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 Стрим Сейчас Я Посмотрю Продолжается Ли У нас Стрим Сразу Продолжим Да Все Хорошо В В Некоторых Моментах У меня Конечно Не так Особо Хорошо Слышно Напишите В чат Если Меня Хорошо Слышно То Напишите В чат Но В Некоторых Моментах Прямо Очень Хорошо Слышно Я Рад Потому Что Меня Должно Быть Слышно Опять Попробуем Нет Не Получилось У нас Забросить В Левый Верхний Угол Мы Снова Пытались Но Не Получилось Так Тихонов У нас Пытается Здесь Что Сделать Индершис Индершис Не Получилось Пройти Здесь Тихонов И Бочаров У нас Немного Слов О Бочарове Да Еременко Все Так Несмотря На то Что Несмотря На то Что Это Будет Звучать Конечно Обидно И Со Слезами Но Еременко Уже Да Отыграл Уже Можно Сказать Своё И Если Бочаров Наступает На ноги И Уже Так Скажем Основной Вратарь Динамо Только Я Заговорил Бочарове И Он Сразу Выпустил Шаева Такую Плюшечку Нас Новая Интрига Возвращается 4-3 Панк Панкрат На сбрасывании Против Азиведа 51 Итак А здесь Чайковский Должен Будь Первый Так Тарасов Так Галимов Артём Галимов 95 номер Тут Дыняк У него А где Эмиль Галимов Интересно Есть ли он Здесь Так Микстрон Меня Сразу Встречает Петерсона Да Бочаров Ловит На Изи Эту Шайбу Афиногенов Что-то Не знаю Ребят Посмотреть Под сбрасыванием Что-то Я Выиграл Второе Сбрасывание Неужели Так Тут Фреттина Надо встретить Конечно Кормье Так Петак Петак Надо охранять Здесь Глухов Нет Не даём Мы забросить Сразу Отбиваемся Так Брюкин Ну Полагал У тебя была Идеальнейшая Просто Возможность Всё-таки Уже Отличиться В этом Матче Не получилось Здесь Полагало Так Полагало Миронов Бьёт Но Не попадает Не забивай Точнее Вопасть Попадает А вот Уже Забить Это уже Другой вопрос Здесь Петерсон Уже Даже Забивание Пытался Забросить Но Снова Не Получилось Так У нас Здесь Миронов Ой Хорошо Хорошо Прошла Передача На Финогенова И Здесь Шипачёв Забивает Хитрик В этом Матче Ну Такая Шайба Если честно Скажем Ну Вот Опять Он Видите Своим Вот Этим Подкатом Давайте Обыкназывать Подкатом Он Подкатил И Вроде Как Шайбу Перехватил Но В то же Время Отдал Передачу На Клюшку Шипачёв Котор Подъехал Потом Панкратов Бьёт И Здесь Моисеев Не добивает Хотя Бла Вот Того же Моисеева Отличная Возможность Забросить Шайбу Так Чайковский На Азивет Дает И Вот Да Неплохая Неплохой Был Момент У Так Тихонов Тихонов Мы Забираем Шайбу Дайм На Моисеева Более Более Менее Сверо Обратно Влижний Бьём И Обратно Влижний Вопуск Шайбы Конечно Типные Похожие Но Так Булат Напиши Мне Вконтакте Написал Нужно Написать Подписаться Обязательно И Поставить Лайк Желательно Вот Да Сыграем Напиши Мне Пожалуйста Вконтакте Так Мы Забили Шестую Шайбу Яшкин Выигрывает Сбрасывание По-моему Всё пока Идёт Очень Хорошо Яшкин Вдоль Зоны И Как и Ожидалось В принципе Если бы В реале Этот матч был То Вот Динамо Так и смотрелся Наверное Динамо Очень хорошо Очень хорошо Играет Поэтому Я бы В этом матче И Если бы Он был Сыгран Тем более В Москве Я вот Очень Почти Не отдал бы Динамо А не Акбарсу При всём уважении Вообще Акбарс тоже Силён Но Акбарс иногда Так лихорадит Просто Потому что Акбарс может Выиграть У того же Ска Но потом Может проиграть Той же Динаме Риги Но Во всяком случае У них Из сезона В сезон Вот эта тема Повторяется Почему Какой-то Недонастрой Что ли Я не знаю Я не знаю Замечали вы Такой Или нет Сами Болельщики Вообще Акбарс И вообще Все Последят За хоккеем Такая Тенденция Есть Динамо Шайба Акбарс И за 0,3 Секунды Акбарс Забивает Четвертую Шайбу Мы аж Десять шайб Забили на двоих Неплохой Очень результат Результативный Матч Давайте посмотрим Киллзвезд Вечная проблема Вадим Шипачев Аж пять очков В одном матче Наврал Афиногенов У нас Один плюс два Вечно молодой Вечно молодой Максим Афиногенов И Андрей Миронов Так Давайте Выйдем отсюда Так И Наверное Еще один матч Сыграем Сейчас я Попытаюсь Выйти отсюда Так Все Вышли мы Сейчас я посмотрю Так Булат Ты написал А лайк поставил 2-1 Уже В матче Нефтехемик Северсталь Но этот матч Мне не подходит Мы ждем Другие матчи На которые Можно поставить Он просто Мне не подходит Этот матч Так Захожу В контакт Давай Не такого Я сообщения Ждал Если честно Что-то Содержательнее Да Так Ну Что я могу Сказать Вот тебе Хамачи Заходи И Давайте Уже Посмотрим За какую Команду Можно Сыграть Авангард Ну Авангард Очень сильный Давайте Посмотрим Какие-нибудь Команды Такие Более-менее Относительно Слабые Допустим Амур Благо Он сейчас Пока За горном 80 Здесь Братья Ушенины Кого Можно Выделить За горну Братьев Я не знаю Братья Они Или нет Но Во всяком Случа Фамилия У них Одинаково Посмотрим Кто У них Есть Голубев Почему-то У них В запасе Но Это все В игре Мы опять же Смотрим Да Это не в реале Наверняка У на И Лангхаммер У них Я Ликин Но Они Одинаково По Общему Поэтому ЦСК Скас Лайф Торпеда Кун Лун Нефтехимик Авангард Сибирь Посмотрим Сибирь Так Сеатри 84 Красиков 82 Так Перевышен Рухму Пустин Вот Вот она Звено Как раз таки Но я не знаю В реале Я знаю Что Рухму Пусть и на ней Вместе Играет Но вот Кто с ним Третий Играет Я не знаю Если Кто-то знает Напишите В чате Так Торченюков Так Коротков Макаров Игорь Макаров Что ли Ничего себе Я даже не знал Ну ладно Давайте Так Посмотрим Присоединился Леон Хамач Ко мне Сейчас Да Да Он присоединился Так Все Я создаю Тогда Ну Судя По его Аватарке Вконтакте Даже не знаю Долго ли Продлится У нас Матч Потому что Что-то Как-то Похоже Какой-то Сколько лет Интересно Ему Так Сейчас Мы Так Я буду Сервом Я ему Сейчас Скину Ип Так Все Ему Скинул Ип Все Я создаю Так Создал Ждем Пока Посмотрю Что там В чате У вас Происходит Ничего Не происходит Один Булат У нас Написал Походу Посмотрим Что По лайкам И вообще Проверю Трансляцию Работает Она Или нет Все Хорошо Или нет Да Все Отлично Он Присоединился Давайте Нажмем Случайной Команды Но Динамо У нас Уже Было Поэтому За Динамо Я не буду Играть Давайте Следующий Волстар Это Тоже Не то Давайте У меня Выпала Амур Надеюсь Он будет Не за Нефтехимик Играть Так Ну Все Я Буду Играть За Амур Так Здесь Классика КХЛ Все Оставляем Как обычно И уже Начинаем Наш Матч Амур Мне так Кажется Будет Интересно Посмотреть Всем Так Он выбрал Кун Лунь Кун Лунь Против Амура Очень Интересно Такое Дальневосточное Дерби Можно Так Сказать Так Или Подождите Амур Это же Хабаровск Хабаровск Это Рядомшком По-моему Да Спитаем Я точно Не знаю Я в географии Не силен Так Все Мы начали Матч И Так Ой Подлагивают У меня Конечно Вообще Сильно Если честно Прямо нажимаю У меня Через секунду Только все Происходит Не знаю Давайте Попробуем Все таки Доиграть Матч И если Мне никто Не напишет В течении Этого матча По поводу Игры То Мы наверное Закончим На сегодня Этот стрим Так Корягин Загорно Но Файзулин Дает Файзулин Не выпадает Ворота Шайба Находится Под контролем Хабаровским Амуром Так Бросок Гнатович Макамалова Ушенин Рассказывая Нет Не проходит Шайба И Так Ушенин Забирает Шайбу Руденкова Надо На Руденкову Передачу Неплохо Он играет Я думаю Я думаю Будет Хуже Если Честно Ну Здесь Вот Эта Шайба Залетает У нас Кирилл Каприз Забил Кирилл Каприз Говорю Рассказывает Жордан Величкина Так Дальше Наушения У нас Так Здесь Нет Не получается У нас Пройти На самом деле Кунгун Он не неплохая Очень команда Тогда Именно по составу Можно Сравнить С любыми Другими Командами До Среднего Уровня Но Не зря Они находятся Сейчас В зоне Плей-офф И борются Собственно Говоря За нее Пытаются Там Закрепиться Так Здесь У нас Пытается Пройти Наш соперник Но Пока Ничего Не получается Здесь Передача На Величкина Идет Так У Шенин Горшков И здесь У Шенин Не попадает Ворота Так Полола Я Не силен В игроках Кунгун Которых Я знаю Я буду Называть О которых Не знаю Я Я лучше Промолчу Так На Лазарева Я прям Не говорю То что я Прям Лазарева Знаю Но я К тому То что Наверное Это Лазарев Так Вот Неплохая Передача Игнатович Игнатович Так Игнатович Я Я Какой-то Лазарев Так Здесь Передача Вот Один На пятаке Стоит У меня Мой Нападающий Коробов Так Нет Не получается У нас Пока Не получается И у наших Соперников Забросить И у нас Тоже Не получается Здесь Йордан Должен Встретить Джордан Йордан Все по-разному Называют Но Джордан По-моему Никто Не называют Это Я уж так Придумал Так Бросок У нас Еще один Бросок Нет Не получается У нас Прострелить В ротаре Нашего Соперника Так Игнатович Камалов Ип Вот Ип Я знаю Да Наслышим Про него Манг Хаммер Игнатович Одинков Да Из-за Сайт Так Динамо Москва Локомотив Акбарс Витязь Перерыв У нас Матч Нефтихимик Так Ну как Здесь Ив не забил Он красиво Хотел забросить И Ну Не получилось Красиво Не получилось Забросить К сожалению Так Загорно Еще один Загорно Так Первый период Закончен Я просто Скажу Еще Промежуточные Матчи КХЛ Матчей Нитихимик Северстали У нас Первый Первый Период Закончен 2-1 Акбарс Видис 1-0 Пока Выигрывает Акбарс Динамо Москва Локомотив 1-0 Выигрывает Локомотив Все В первом тайме Это еще И Спартак Скал У нас Играет 0-0 Все Первый Тайм Во всех Матчах Вот Пока Нам Подходит Матч Динамо Москва Локомотив Так На Загорно Загорно Бросает И Здесь Подтаскивает Врата Брюле 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 Выходят Брюле Брюле Забивает Ну Такая Шайва Залетела На Рассказов Пинатович Руденков На Ушенина Бросок Ушенина Похожий Был Бросок Нет Нет Камалов Нет Не дает Мне здесь Бросать И Здесь Проброс Проброс Фиксируется О Сейчас Состоится Вбрасывание Так У нас Второй Тайм Только Начался Бар Брюле Так Не доходит Шайба У нас До Лангхаммера Хорошо Защитники Действуют Аликин Я не стал Выпускать Потому что Аликин Хотя у них По статам Одинаково Все Поэтому Можно было В принципе И Аликина Выпустить Решил Что Пускай Лангхаммер Сыграет Здесь Так Джордан Полола Не Давайте Не будем Давать Бросать Все Хорошо Хорошо Мы сыграли На самом деле Я не считаю Что этот матч Будет такой Результативный Есть Вероятность Что я вообще Его проиграю Потому что Я уже Не так Прямо Сильно Лезу Вперед Потому что Подлагивает Немного Так Ну Подтаскивает Конечно Подтаскивает Наш вратарь Вообще Прямо Хорошо сыграл Здесь будет Оффсайд Ребят Все кто Присоединяется Обязательно Подписывайтесь На Страничку И на Ставьте Лайк Так Загорна Загорна Бросает И Даже Такая Шайпа Залетает Смотрите Сейчас В лиге Умение Забивать Голы С неудобной Руки Стало Редко Приятно Видеть Игрока Который Владеет Таким Навыком Амур Хабаров Выходит Вперед Так Файзулин Так Поставим Атаку Всеми силами Здесь Корягин Загорна Дает На другого Загорна Здесь Файзулин Бросок Нет Не получается Штангу Мы Выводаем Ну вот Ой Что-то Невообразимо Хотел Сделать Если честно Так Отлично Хорошо Он так Лег Прямо Раньше Времени Если честно Где Здесь Даже Створ Не Попадаем Так Игнатович Подает Отличную Передачу На Загорну Но не Получается Загорна Переиграть Так Там Штраф Похоже Что Штраф У меня Потому что Шайба У наших Соперников До сих пор Еще нет Да У меня Удаление Мы Остаемся В меньшинстве Ой Это Конечно Вообще Не подарок И Хорошо Что Вот эта Шайба Проходит Передача Здесь Миллер И Снова Брюле Сбивает Брюле Уже Шайбы Нам Забросил На самом деле Я немного Медооценивал Этого Соперника Но реально Играет Хорошо Неплохо Играет И Большинство Он неплохо Разыгрывает И вообще Я не Думал Что Так Будет Сложно И Третьи Шайбы Залетают Да Уже Три Два Мы Только Что Выигрывали Два Три Уже Проигрываем Три Два Ой Я Я случайно Нажал Я не Хотел Драться Я не Хотел Драться Я вообще Даже Не знаю Как Это Делается Давайте Попробуем Сейчас Накуаутирует Наверное На На Я Короче Оранжевый Еще Смотри Смотри Что Делать А Че У нее Шлем Даже Не Убал Дай Дай По Шлем Так Ой Вот Это Был Вот Это Был Аперкот Конечно Не Это Была Хорошая Драка Реально И Самое Главное Мы Выбили Топового Нападающего У Соперника Так Продолжаем Матч Кузнецов Так Мне пауза Нужно Срочно Пауза 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 Четвертая Шайба Забивает Так Давайте Продолжим Так 4-2 Он 4-2 Так Давайте Продолжать Да Этот матч Мы Скорее Сего Проиграем Потому Что Что Немного Подлаги К сожалению Так 4-1 Чувствую Меня Обыграл Во втором Периоде Так Лохануться Немножко Я Вообще Случайно На эту Кнопочку Нажал Где Драться Потому Что Я Вообще Драться Не умею Но Я Понимаю Что Там Бросок На бросок Надо Нажимать Да Там Все Дела Что Так Здесь Оффсайт У нас Фиксируется Так У нас Есть Изменения В матчах Констинентальных Констинентальных Хоккейной Лиги Так Тяжеловато Будет По такой Игре Конечно Отыграть Две шайбы Тем более Видите Он атакует Мы конечно Постараемся Еще не пропустить Так 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 Снова Выкатывается Из-за Ворот Так Камалов Наушенина Нет Не получается У нас Так Здесь Фу 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 Наверное Так Рассказов Так Здесь Вот Коробов Дает наушенина И здесь Шушенин Теряет Шайбу Прямо Так И вот Там Отдельно Рассказов У нас Идет Но Здесь Сразу Все Блокируется Очень Неплохо Играет Коробов Бросает Не попадаем На ворота Напоминаю Что мы 2-1 Ввели В счете А сейчас Уже Проигрываем 4-2 Очень Сильно Прибавило У нас Кунгун Рассказов Бьет Не попадаем На ворота Так Снова Бросок И здесь Кузнецов На добивание Нет Не получается Снова Завросить Так На Лазарева Надо передачу Дать Здесь Я примерно Понимаю Какая тактика Не нужна Кузнецов С неудобной Не забивает Как можно Было с неудобной Забросить Здесь Нам еще Одну Шайбу Забивают Гарод Хунт Какой-то Вот Гарод Хунт Нам Забивает Так Только что Увидел То что Шайбу Динамо Москва Не засчитали С Локомотивом Играет Напоминает У нас Динамо Москва Сегодня Вот Величкин Нет Не успеваю Я дать Передачу На пятак Брюле Так Здесь Коробов Один Остался Так 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 Тут Успеть И штраф У нас Соперник Не смогли мы справиться С своим соперником И Последовало Удаление Тут Две Две минуты Осталось всего Пять минут И снова В большинстве Нас забивает Мы уже 6-2 Летим Ну да Это уже Как бы Это уже Серьезно 6-2 Летим Не знаю Как-то Тяжеловато С ним Честно Может быть Как-то Ситуация Именно С Соединением Может исправить Нашу ситуацию Потому что Ну я Этот матч Проигрываю Честую Сопернику Вот Так Сбрасывание У нас Кузнецов Был на сбрасывание Лазарев Так Управление Такие броски Должен Забирать Наш вратарь Так На Лазарева Так Кузнецов Так Кузнецов На Лазарева Так Так Отлично В кои-то веки Мы прошли И бросок И Лазарев Здесь не получается Добить Йордан Так Корбов На Горшкова Горшков идет Идет Но должен был Проходить Если честно Дает на Ип А Ипу Не надо Давай бросать Так Ушинин Да Не получилось У нас Здесь Величкин Здесь Сразу Будет Прессовать Наш Соперник Здесь Я Пожалуй Выйду Наверное Своим Вратарем И сдам Передачу Наушений Но здесь Сразу Меня Блокируют Соперник Да Это Будет Наверное Последний Матч В сегодняшнем Стриме Потому что Очень долго Мы уже Сегодня Стримим Сыграли Пять Матчей И Так Давайте Попробуем Хотя бы Шайбу Престиж Забить Но Загорный Не попадает Ворота Так Файзулин Да И обратно Перекладина Но Сколько было Перекладина За сегодняшний Матч Ну да И неплохо Здесь разыграно Здесь было Очень хорошо Разыграно И Седьмую Шайбу Нам уже Забивают И Да Все Ребят Вот этот Матч У нас Оконченный Мы Чистую Его проиграли Реально И Перебросал У нас Время в атаке У него больше И два из двух Он реализовал Большинство Ну и Первая звезда У нас Джельбер Давайте я буду Просто говорить Фамилию Брулей И все Ладно Потому что Долго все это Ну и вот Вы видите Других игроков Тоже И Так Наверное Выйдем Для начала Да Думаю На этом Ребят Мы закончим Наш стрим Всем Спасибо За просмотр Всем Да Следующий